МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости 24 на ННТ в студии Махач Курбанов. И короткий анонс о том, что сегодня в выпуске. Контртеррористическая операция в Кизилюртовском районе. Сотрудники ФСБ ликвидировали трех боевиков в селе Султан Янгиюр. Не делай добра, не получишь зла. О том, как гражданин Индии пытался накормить дагестанца, но стал его жертвой сегодня в выпуске. Масштабный ифтар в прямом эфире. В последние дни Рамадана в Дербенте состоится коллективное разговение, которое будет транслироваться на ННТ. Трех боевиков ликвидировали в селении Султан Янгиюрт Кизилюртовского района. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. Боестолкновение вооруженных мужчин с силовиками произошло при осмотре нежилого частного дома в ходе КТО. В момент проведения проверочных мероприятий трое мужчин открыли стрельбу по отряду сотрудников ФСБ. Ответным огнем боевиков удалось уничтожить. Потерь среди сотрудников, правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. При осмотре нежилого частного дома, расположенного в селении Султан Янгиюрт, сотрудники сил правопорядка были обстреляны группой вооруженных лиц. Ответным огнем нейтрализованы трое бандитов. На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы. В Махачкале ограбили гражданина Индии. В одном из парков к студентам второго курса медицинского вуза подошел неизвестный. Ссылаясь на голод, мужчина попросил купить ему еды. Увидев отзывчивость студентов, недолго думая, задержанный решил их ограбить. Чтобы реализовать свой план, подозреваемый пригласил студентов к себе. Однако до дома они так и не дошли. Он говорит, ладно, брат, мне деньги не нужны, купи мне одну шарму, я очень голодный. Я была добрая, я его говорил, хорошо, я тебе купил одну шарму. Я его купил и потом говорил, до свидания. Я так думал, он мой друг, я просто пригласил меня как гостей, там кушать и все, домой потом. Я прошел в место туда, он не хочет пригласить меня как гостей, он просто хочет найти это место, в котором там нету много людей. Потому что он хочет забрать ему пощадок. Спустя несколько дней полицейские задержали предполагаемого грабителя. Им оказался житель села Агачаул Кораблыхкенского района, ранее судимый за совершение подобного преступления. Полицейские также изъяли украденную барсетку, в которой находилась небольшая сумма денег, банковская карта, международная карта студента на имя пострадавшего. За что вас задержали? Ну, это индусов ударило. Расскажи подробнее, как произошло это? Ну, мы встретились, да, мы встретились, разговаривали, короче. Они хотели, короче, отдохнуть. Я им сказал, там есть друг, что я наберем, позвонил, что и к нему поедем. И по пути наберем я ему, он не поднял. И где я встречался с этим другом, мы туда поехали. И не нашел я этот дом, не нашел. Я им говорю, не нашел, я говорю, все, расходимся. И они говорят, как, а мы где сейчас, а там вези нас, говорят, туда, где мы встретились. Я говорю, как я вас ставлю, у меня машины нет, ничего нет. И начали, горбин начали. И ударил ему. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Дагестанские водители все чаще используют подложные номера. С начала года выявлено более тысячи случаев махинаций с регистрационными знаками на машинах. На фото видно у нас четко, что это Porsche Cayenne, марка модель. А по данным федеральной базы ГИБДД, эти номера числятся за Hyundai Greta. Как оказалось, с помощью этой уловки правонарушители пытаются уйти от оплаты штрафов, зафиксированных видеокамерами. Замена номеров затрудняет раскрытие преступлений, совершенных на транспорте. С целью пресечь такие случаи сотрудниками ГУС-автоинспекции была проведена операция «Подложные номера». В период с 6 по 20 мая на территории Республики проводились мероприятия по пресечению фактов управления и установки на транспортных средств подложных государственных регистрационных знаков. Всего за этот период пресечено 29 фактов управления транспортным средством с такими знаками и 90 фактов их установки на транспортные средства. Кроме тех, кто использует подложные знаки на машинах, обнаружены и те, кто их изготавливает. В помещении по улице Бибулатова изготавливались поддельные номера в количестве 53 штук. Производили их на специальном оборудовании, но не имея лицензии на данного рода деятельность. По факту возбуждено уголовное дело. Более 200 тонн зараженных овощей не прошли в Дагестан. Пресекли ввоз опасной партии овощей сотрудники Россельхознадзора Республики на пропускном пункте Ярак-Казмоляр. Репчатый лук, томаты, перец и картофель в страну пытались завезти из Азербайджана без фитосанитарных сертификатов. При досмотре карантинного контроля госинспекторы обнаружили в них насекомых-вредителей. Товар следовал для продажи на рынках Московской области, а также Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Всю партию вернули назад, а виновные лица привлечены к административной ответственности. Исследование отобранных образцов выявилов под карантинной продукцией западный цветочно-калифорнийский трипс, золотистую картофельную нематоду, картофельную моль. Общий объем возвращенных грузов составил более 229 тонн. В соответствии с требованиями действующих законодательств ввоз всей продукции на территории Российской Федерации запрещен. Груз возвращен отправителям в Азербайджан и Иран. Наиболее важные вопросы предстоящего ЕГЭ раскрыли на встрече с журналистами в Минобранауке Республики. Среди новшеств в проведении ЕГЭ-2019 обновленная система выдачи аттестата с отличием. Теперь его получат только те школьники, которые подтвердят свои знания на ЕГЭ, набрав не менее 70 баллов по обязательным предметам. Также была затронута тема проноса вспомогательных элементов и попыток списывания заданий. Работа нарушившего правила аннулируется без возможности пересдачи. ЕГЭ – это основа для анализа качества образования. То есть, понимаете, мы с вами видим, сколько угодно можно рассказывать о своих достижениях, но если ребенок не может сдать, и не то, что не может сдать, а имеет низкие результаты целая группа, целый класс, то вполне объективно надо ставить вопрос, а насколько в этом есть вообще, кто в этом виноват, какое качество подготовки самого педагога. В этом году ЕГЭ сдают более 12 тысяч выпускников, а ОГЭ уже сегодня сдали около 35 тысяч школьников. По итогам экзамена определятся школы, где необходима работа с педагогами. В течение всего времени проведения экзаменов будет работать круглосуточная горячая линия. Она доступна по номеру, который вы видите на своем экране. Больше месяца назад правительство Дагестана утвердило реализацию проекта «150 школ». Согласно ему, муниципалитетам могут выделить софинансирование в размере до 2 миллионов рублей. Эти деньги должны пойти на капитальный ремонт. Пройти конкурсный отбор на участие в проекте удалось двум ахтынским школам. Скоро в них будет проведен капитальный ремонт. Подробнее о текущем состоянии учреждений в сюжете Карины Баталовой. Здание Ахтынской основной общеобразовательной школы было построено в качестве медресе еще в далеком 1830 году. Основателем являлся кадий Ахтыпаринского общества Мирзаяли Аляхты. С тех пор прошло почти 200 лет, а школа по-прежнему крепко стоит. Но капитальный ремонт за эти два века в ней так и не проводился. Здесь функционирует современная школа, которая не чуждает использование информационно-коммуникативных технологий, исследовательская деятельность. В общем, все, что от образования требуется, все это нам реализовать немножечко трудно в плане того, что материально-техническая база слабая и нуждается наша школа в ремонте. В настоящее время в школе обучаются более 220 учащихся, но должных условий для образовательного процесса нет. В рамках проекта планируются работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории и замене ограждения по периметру школы. Также необходимый ремонт мастерской, строительство санузла и новой котельной. В плохом состоянии находятся полы, дверные и оконные блоки и многое другое. Я бы хотела также, чтобы наша школа расширилась, чтобы классы были современные, чтобы были интерактивные доски, компьютеры, чтобы был доступ к интернету, чтобы расширить наше здание. Ну а это здание Ахтынской средней общеобразовательной школы номер 2 было построено еще в 1973 году. Степень ее физического износа на сегодняшний день составляет 70%. Мне посчастливилось и в прошлом году участвовать в этой программе 100 школ, по проекту 100 школ. Тогда я, будучи директором Куракайской школы, как раз нам дали финансы, мы ремонтировали полностью Куракайскую школу. С сентября назначили директором этой школы, нормальных условий нету здесь, нету санузла, крыша протекает. За счет средств, выделенных в рамках проекта, планируется замена кровли и строительство теплого санузла, примыкающего к зданию. А это значит, что зиму ученики проведут в теплом, уютном помещении. Хадижа Курбанова, Карина Баталова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Ахтынский район. Тепло и восторг от любви к родному горному краю в картинах Магомеда Даудова можно заметить с первого взгляда. Накануне в Музее изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой молодой художник представил персональную выставку «Пласты времени». Экспозицию составляют более 50 произведений разных лет собрания. Многие из них зритель увидит впервые. Побывала на выставке и наш корреспондент Патимат Кадеева. Имя Магомеда Даудова для Культурного общества Республики – большая находка. Организовать первую персональную выставку в крупнейшем Республиканском музее для художников немалая честь. Сюжеты его произведений нелиричны. При всей любви автора к деталям и мелочам его работы изумляют своим простором и силой. Меня больше всего привлекла картина молитва, потому что видно, что художник очень хорошо над ней поработал. Работа света тени, то есть сразу видно, что это профессионал и у него есть собственный почерк. Увлекаться живописью Магомед Даудов начал со школьных времен. Интерес к искусству привил учитель по рисованию. Позже, будучи студентом художественно-графического факультета ТГПУ, Магомед стал ездить на пленерные практики в горные аулы республики. На сегодняшний день, являясь преподавателем художественного училища имени Джамала, в свободное время Магомед старается уделять рисованию. Приезжаю в то или иное село, я стараюсь посмотреть со стороны и поймать саму характерную этого села. Это больше всего, как правило, панорамный вид или характерная часть его. Если говорить о наиболее близких для меня и наиболее широко представленных на выставке селения, это Кубачи и родное село Гапшима. Основная часть выставки – это не этюды, а сюжетные экспозиции, выполненные художником по возвращению. Сейчас в его коллекции более 80 произведений разных лет собрания. Они выполнены в самых различных жанрах. В основном это пейзажи его родного села Гапшима и других поселений Дагестана. Уникальность, наверное, этой выставки – это показать то мастерство. В первую очередь, эта выставка сделана для студентов, для его студентов, для студентов других художественных вузов, чтобы они пришли и уже не в рамках аудитории пленера, а вот вживую увидели то мастерство и то, что от них хочет добиться их учителя. В работах молодого художника нельзя угадать время. Перед нами бесконечное наслоение эпох, вечные пейзажи, а изображенные герои – вечные мудрецы. Они не наши современники, а часть истории, артефакт, который надо беречь. Выставка Магомеда Даудова продлится до 14 июля. Напомним, посетить ее можно будет в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой. Патимат Кадеева, Карина Баталова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Большой республиканский ифтар пройдет в Дербенте. Глава города Хизри Абакаров провел встречу с заместителем муфтия Республики Дагестан Ахматом Кахаевым, где было принято данное решение. В беседе обсуждалось место проведения коллективного разговения, а также затронутый ряд организационных вопросов. Глава города заверил, что администрация окажет всяческую поддержку в проведении важного мероприятия. Место уже выбрано. Им станет городской стадион Нарынкала. И уже 31 мая впервые в республике пройдет масштабное событие, которое будет транслироваться в онлайн-режиме на ННТ. Поддержать труд людей с ограниченными возможностями. С такой целью коллектив Минтруда Дагестана провел совместный ифтар. Место разговения было выбрано не случайно. Это социальное кафе. Персонал заведения в основном молодые люди с особенностями физического и психического развития. Перед трудоустройством они прошли спецподготовку. Руководитель ведомства Изумруд Мугудинова пообщалась с сотрудниками, ознакомилась с меню. По ее словам, такие проекты позволяют инвалидам реализовать себя и приобрести новые навыки. Таким своим шагом призываем и другие, и не только министерства, ведомства, всех наших дагестанцев посещать это кафе. Хотели их поддержать, зная, что эти дни, дни, когда люди держат пост, мало людей сюда приходит. Поэтому нам хотелось поддержать наших ребят, которые здесь работают, потому что часть персонала – это инвалиды. И поддержать их морально и материально, понимая, что они будут себя чувствовать более востребованными. Воплощение эстетики, грации и красоты – все это можно увидеть в художественной гимнастике, которую активно развивают в Дагестане. В гимнастическом зале школы высшего спортивного мастерства имени Али Алиева идет подготовка гимнасток к ответственным соревнованиям. Турнир «Майские звездочки» состоится в эти выходные в Москве. В нем примет участие 9 воспитанниц Федерации художественной гимнастики Республики. Среди участниц предстоящих соревнований – как опытные спортсменки, так и начинающие гимнастки. Готовят девушек к турниру опытные тренеры. Многие выступают в первый раз, для них им надо перебороть свое волнение, потому что первый раз всегда, когда все бывает впервой, им надо набираться опыта и так далее. Команда ежедневно готовится, у них бывает по две тренировки в день, и они усиленно готовятся к соревнованиям. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Также смотрите нас в YouTube и в Instagram. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»